Доброе утро! В студии Полина Бахова и Рыков Илья. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Встречайте новый день с нами. Сегодня в программе вы увидите. Качество и безопасность в Одинцовском округе ремонтируют и открывают новые детские площадки. Для удобства жителей в Звенигородском подразделении Одинцовской больницы открыли отделение травмпункта. На высоком уровне 75 стоматологических центров Московской области приведут к единому стандарту. Без согласований и разрешений в Одинцовском округе в эти выходные ликвидировали самовольные постройки. 27 июля 1921 года канадский физиолог Фредерик Бантик выступил с докладом о получении инсулина. Изначально новый препарат назывался айлитин. За это революционное открытие ученого удостоили Нобелевской премии. Патент на инсулин продали Торонцкому университету. И вскоре началось его производство в промышленных масштабах. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем прямо сейчас. 27 июля 1952 года открыли Волгодонский судоходный канал. Работами руководил опытный строитель и гидротехник Сергей Жук. Остроили объект политзаключенные. Этот водный путь соединил Волгу у Волгограда с доном у города Калач-на-Дону. Общая протяженность канала 101 километр, а средняя продолжительность навигации примерно 211 суток. За это время здесь проходит до 5000 судов. В этот день 11 лет назад открыли 30-летние Олимпийские игры в Лондоне. 27 июля в 2012 году на специально возведенном к играм стадионе вместимостью 80 тысяч человек присутствовала королева Великобритании Елизавета II, а в финале выступил Пол Маккартни. В международном турнире участвовали более 10 тысяч спортсменов из 204 стран. Первое золото сборной России на этой Олимпиаде принес дзюдоист Арсен Галстян. Его награда стала для страны еще и первой золотой медалью в этом виде спорта с момента распада СССР. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники российских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Идея создания этой структуры появилась в России еще в 2000-х, а первый центр «Мои документы» открыли в Москве в августе 2011-го. Сначала МФЦ выступали посредниками между людьми и управлениями налоговой и миграционной служб, БТИ, кадастровой палатой и пенсионным фондом. Со временем список возможностей многофункциональных центров только увеличивался. Теперь сотрудники МФЦ предоставляют более 400 услуг в 86 регионах России. Также 27 июля в США отмечают День милосердия, в Пуэрто-Рико День Хосе Сельса Барбосы, а в Иране День Тасуа. 27 июля в 1853 году в Житомире родился русский писатель Владимир Короленко. Он известен своей правозащитной деятельностью как в годы царской власти, так и в период гражданской войны. Был связан с революционным движением и неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Значительная часть литературных произведений писателя навеяна впечатлениями о проведенном в Житомире детстве и ссылкой в Сибирь. Также 27 июля родились французский драматург Александр Дюма, шведский предприниматель Людвиг Нобель и советская шахматистка Людмила Руденко. Детские площадки должны быть качественными и безопасными. Этим критериям необходимо следовать как при обустройстве новых площадок, так и при ремонте устаревших, уверен Андрей Воробьев. В Одинцовском округе активно реализуется губернаторская программа и современных площадок становится все больше. Горки, качели, лазалки – летом самое время насладиться активными играми на детских площадках. Поэтому они должны быть максимально удобными, современными и безопасными, уверен Андрей Воробьев. При обустройстве детских площадок мы следим за тремя обязательными критериями. Наличие безопасного резинового покрытия, установление стенда с информацией о компании, ответственной за площадку, ограждение со стороны примыкающей дороги. Безопасность и качество – основные принципы при оборудовании площадок, на которых проводят время дети. В рамках губернаторской программы в Одинцовском округе установят 9 детских площадок, каждая в своем особом стиле. Три тематики в этом году у нас используются – Буран, Магеллан и Джунгли. Сейчас монтаж детских игровых элементов и заливка резинового покрытия уже выполняется на двух адресах. Кроме игровых форм, специального покрытия установят лавочки, урны, освещение и систему видеонаблюдения «Безопасный регион». Но пока идет стройка, детей на площадке быть не должно. У нас стандарт – это информационный щит с набором малых архитектурных форм, которые выбрали жители, должен быть обязательно размещен. И также обязательное устройство ограждения из сетки, чтобы дети не забегали, скажем так, в зону производства работы. Никаких там нюансов не случалось. На красивой площадке по улице Говорова шумно и многолюдно. Теперь здесь много интересного для ребят со всей округи. Проект нового объекта обсуждали всем двором, говорят жители. Вносили коррективы и пожелания. Было взаимодействие от разработки проекта. Согласовывали даже игровые элементы. То есть очень шли навстречу. Огромное спасибо. Также хотелось отметить работу подрядчика, потому что за две недели успели демонтировать площадку и построить новую, вот такую замечательную. Результат плодотворной совместной работы налицо. Теперь главное – сохранить чистоту, порядок, и справность игровых элементов. Для этого в регионе ежедневно проводят цифровые проверки детских площадок. Безопасные и качественные игровые зоны – залог радости и счастья наших детей. Я люблю тут играть. Она мне очень нравится. Она разноцветная вся и прикольная. Качели крутые. Горка супер. И все мне нравится. Полина Бахова, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов. Телекомпания «Одинцова». Для удобства жителей в Звенигородском подразделении Одинцовской больницы открыли новое отделение травмпункта. Теперь оказание медицинской помощи стало доступнее. Подробности у Раисы Киян. В Звенигородском подразделении Одинцовской больницы открылся травмпункт. Раньше пациентам приходилось обращаться в Одинцово. Но сейчас помощь гораздо ближе. Основная задача травматологического пункта, который открыт с 1 июня, это увеличение доступности оказания медицинской помощи пациентам, которые имеют так называемые малые травмы, порезы, растяжения и так далее. Раньше приходилось привлекать врачей стационара. Но сейчас такой необходимости нет. В отделении есть не только все специалисты, но и оборудование. Все оборудование, которое на сегодняшний день поставлено в травматологический пункт, оно соответствует стандарту оснащения травматологического пункта. И все оборудование здесь новое. То есть оно было закуплено специально под травматологический пункт, включая в том числе и особенности детской травматологии. В травмпункт поступают пациенты с повреждениями средней тяжести, которые не требуют оперативного вмешательства. У Евгения Викторовича рана голени. Он ее получил при работе с болгаркой. Ему провели профилактическую вакцинацию против столбняка и оказали первую помощь. Приход пациентов буквально за месяц вырос почти в два раза. Больше это связано с информированием пациентов непосредственно и жителей данного района. Сейчас очень много отдыхающих, которые чаще всего проживают зимой в городе Москва, а здесь находятся либо на дачных участках, либо у бабушек дети. Отделение работает круглосуточно. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Более 93 тысяч школьников Подмосковья стали участниками проекта «Умные каникулы». Это образовательные интенсивы на базах школ, когда дети продолжают ходить в учебное заведение, но вместо обычных уроков для них организуют занятия на свежем воздухе, образовательные экскурсии на предприятиях и в музеях. В течение 19 дней под руководством педагогов дети разрабатывают проекты, проводят исследования, посещают научные лаборатории при вузах, изучают программирование. Если в прошлом году такая программа была доступна только для школ флагманов, то этим летом в ней смогли принять участие 100 школ Московской области. Подмосковье вышло в лидеры по росту площадей теплиц. Объем производства овощей закрытого грунта вырос более чем в 10 раз за 9 лет. В прошлом году в области построили два новых тепличных комплекса – Волховицах и Воскресенске. В этом году в регионе собрали 93,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта, огурцов, томатов и других. Причем в Московской области землю предоставляют безвозмездно на срок до 6 лет по программе «Подмосковные 10 гектаров», а также в аренду без проведения торгов на период до 5 лет. Госдума разрешила местным властям эвакуировать машины жителей Подмосковья. Для этого в регионе появятся дополнительные эвакуаторы и будут отправлять неправильно стоящие автомобили на штрафстоянку. Предварительно между органами МВД и правительством Подмосковья будут заключаться соглашения. Причина – стремительно растущий автопарк региона и большое количество жалоб от жителей на беспорядочную парковку. По данным Минтранса Подмосковья, с начала года в регионе эвакуировали около 83 тысяч транспортных средств. В Подмосковье захоронили останки замученных фашистами пациентов и врачей психиатрической больницы. Земле предали останки 102 человек. Поисковики обнаружили их во время экспедиции в мае прошлого года в селе Микулино городского округа Латашино. В церемонии захоронения и траурном митинге участвовали местные жители, ветераны, представители общественных организаций. Всего в годы Великой Отечественной войны было замучено около 700 пациентов Латашинской областной психиатрической больницы. На днях суд признал действия гитлеровцев во время оккупации Подмосковья геноцидом. 75 стоматологических центров Московской области приведут к единому стандарту. По словам губернатора Андрея Воробьева, нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше центров могли проводить лечение под общим наркозом. Также необходимо открывать дополнительные детские кабинеты. Как оказывается стоматологическая помощь в Одинцовской больнице в нашем следующем сюжете. Лечить зубы качественно, своевременно, а главное, без опасений должен каждый, уверен Андрей Воробьев. Для этого следует привести медицинские центры к единым современным стандартам. Мы видим, что пришло время для трансформации этой большой и очень важной службы. Очень надеюсь, что в самое ближайшее время мы сможем все наши 75 стоматологий привести в состояние, которое можем сегодня видеть в новых поликлиниках Домодедова и Мытищ. В Одинцовской областной больнице работает 51 профильный кабинет. По словам главного врача, штат стоматологов полностью укомплектован. Это 81 специалист. Они оказывают терапевтические, хирургические услуги, ведут ортопедический прием. С недавнего времени делают наркоз. Получили лицензию на лечение под наркозом взрослых. И уже эту помощь оказываем нашим жителям. Кроме того, мы получили лицензию на лечение детей и детскую стоматологию по адресу на Бирюзово-3. И с 15 августа мы планируем начать указание этой помощи. Сейчас врачи учатся, обучаются именно отдаче наркоза детям, проходят курсы совершенствования. И, соответственно, мы будем лечить и детей, и теперь уже взрослых под наркозом на территории нашего городского округа. Спрос на детский наркоз достаточно большой. Зачастую маленьких пациентов стоматологическое кресло не усадить. А порой для лечения требуется серьезное вмешательство. Задействованы, конечно, здесь и анестезиологи, и врачи, и специалисты, и стоматологи непосредственно, которые должны уметь работать с пациентами под наркозом. Поэтому это достаточно большой шаг для нашего округа. Все необходимое современное оборудование в Одинцовской больнице уже есть, в том числе цифровое КТ. Мы можем просмотреть на компьютере в формате 3D. То есть многие скрытые какие-то каналы, можем увидеть их, прям послойно нарезая, можно увидеть и правильно пролечить. Большая операционная позволяет проводить ортодонтические операции. Новые стандарты включают в себя и удобные места для ожидания, электронное табло и электронную запись. Такой подход создаст комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Центры московского долголетия к своему четырехлетию подготовили тематический фестиваль, в котором смогут принять участие горожане всех возрастов. Ежедневно до 30 июля в клубных пространствах будут проходить тематические дни с различными активностями. Информацию о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активности можно посмотреть на странице проекта. О других событиях столицы расскажем прямо сейчас. Третий московский центральный диаметр запустят в ближайшие недели. МЦД-3 – линия наземного метро, которая свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. Ее протяженность 85 километров с 42 остановками. Поезда будут ходить без дневных перерывов, а оплачивать поездки можно будет по тройке с бесплатными пересадками на метро и МЦК. Сергей Собянин рассказал о новых столичных парках у Москвы-реки. В поймах рек Шмелевки и Кузнецовки, в районах Орехово-Борисово, Южное и Зябликово работы завершат уже к сентябрю. Проект парка разработан с учетом пожеланий жителей. Здесь создадут новые функциональные площадки и благоустроят территорию. Акция «Транспортная ночь» пройдет в электробусном парке Митина в рамках 65-летия государственного унитарного предприятия Мосгортранс. Для гостей проведут экскурсии по парку, расскажут о его работе и сотрудниках, которые обслуживают электробусы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее в программе. Без согласований и разрешений. В Одинцовском округе в эти выходные ликвидировали самовольные постройки. О новых системах и трудностях. Вопросы ЖКХ разобрали на лекции для участников клуба «Активное долголетие». Про людей, о спортивной карьере и сложностях профессии рассказал главный тренер сборной команды России по спортивной акробатике. В Одинцовском округе в эти выходные ликвидировали самовольные постройки. Объекты были возведены без согласований и разрешений. На этот раз строители работали в Кубинке, а также в селах Успенское и Шарапово. Тему продолжит Алтынай Урумбаева. Пыль летит во все стороны. Еще несколько минут и дымка заволакивает всю улицу. Экскаватор разрушает незаконную постройку в селе Успенское. Местные жители только рады. Никто не хочет жить рядом с объектом самовольного строительства. Там, где возникают мутные схемы, много загадок и вопросов. Здесь понаехали, все понакупили и начинается здесь какая-то ерунда. Местные жители здесь просто притесняют. С нас начали какие-то деньги. Такая группа, какая-то как с захвата, что ли, приехала. Мы должны за это здание платить. Подрядчик работал здесь два дня. Мог управиться за сутки, если бы не сложности. Машина большая, развернуться негде. Огромные куски строительных материалов перекрывают дорогу водителям. Там, где бессильна техника, подключаются рабочие. Они расчищают дорогу. Строительная компания не просто сносит здания. Рабочие приведут эту территорию в порядок. Подрядчик работает здесь по согласованию с администрацией Одинцовского округа. Согласно постановлению, от 6 февраля компания должна снести 13 незаконных построек. В эти выходные строители также работали в Кубинке и в селе Шарапово. В основном это ветхое жилье, которое опасно для жизни, для окружающих. То есть, которое может обвалиться, куда могут залезть дети, по жалобам людей. После проведенной работы большую часть строительного мусора вывезли на полигон. Это предусмотрено законодательством. Часть остатков направили на сортировку и вторичную переработку. Потом материал используют для подсыпки дорог. Это дешевле, чем использовать щебенку или песок. Алтына Урумбаева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Почти 100 гектаров леса горят в Ямало-Ненецком автономном округе. Очаги находятся в Надымском, Красноселькубском районах. Всего 7 возгораний на площади более 97 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. С огнем борются 55 пожарных. О других событиях нашей страны смотрим в рубрике «Новости России». Российские школьники взяли три золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде по химии в Цюрихе. Ученик Казанского лицея Никита Петров завоевал золотую медаль и вошел в топ-3 победителей Олимпиады. Обладателем серебряной медали стал Алексей Михеев из Алтайской средней школы. Слоган Олимпиады в этом году был «Найдем решение вместе». Во втором полугодии 2024 года эксперты Роскачества представят окончательную редакцию стандарта на школьную форму. Производители, которые захотят маркировать свою продукцию, должны будут исполнять требования нового ГОСТа. Стандарт поможет избежать использования материалов низкого качества. При этом стандарт не ограничивает сырьевой состав школьной формы, но устанавливает требования биологической безопасности. В музее Новосибирска открылась выставка к 175-летию со дня рождения художника Василия Сурикова. На экспозиции представлены 39 картин. А еще посетителям расскажут о его жизни, проведут мастер-классы, экскурсии, лекции и просмотры фильмов. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила о многокилометровом нефтяном пятне в реке Северная Двина в Архангельской области. Причиной стал разлив нефтепродуктов при заправке судна. Глава Росприроднадзора уточнила, что размер пятна примерно 500 метров на 4 километра. Специалисты уже устанавливают точную площадь загрязнения и берут пробы, чтобы рассчитать ущерб нанесенной природе. Быть тренером не просто профессия, а призвание. Важно не только знать методики обучения, но и правильно распределять нагрузку, выстраивать режим тренировок и отдыха спортсменов. А еще находить контакт с воспитанниками. О личной спортивной карьере, начале тренерской деятельности и о сложностях этой профессии рассказал главный тренер сборной команды России по спортивной акробатике Теймурас Гургенидзе. Для нашей рубрики про людей. Многолетние тренировки, отработка акробатических элементов и, конечно же, дисциплина. Теймурас Гургенидзе – спортсмен в четвертом поколении. Спортивной акробатике отдал более 10 лет. Наверное, так было предрешено заранее. Но хотя я спортом особо-то не занимался, я маленький ничего не делал, но всегда знал, что я буду чемпионом мира. Как-то было вот так. Хотя я не занимался дальше, просто был маленький толстый мальчик. И в определенный момент мне захотелось заниматься именно акробатикой. Потому что я занимался на футбол, ходил, плавал, бегал. И потом мне отец говорит, ну хочешь, пожалуйста, только надо похудеть. Я быстро очень похудел. Пришел меня, взяли в группу, все, начали тренироваться и результатов достиг. Чемпионом Европы Теймурас стал в 2007 году. А самая значимая награда – первое место на чемпионате мира. После своих достижений он стал тренировать юных акробатов в спортшколе в Старом Городке. Сейчас здесь занимаются более 2000 спортсменов. Не могу сказать, что трудно быть тренером. Вообще человеком, наверное, быть трудно. Любым, кем бы ты ни был, на любой работе у тебя бывает время, когда очень тяжело. Но учитывая, что эта работа – наше любимое дело, не просто работа, конечно, нам повезло, наверное, потому что мы занимаемся любимым делом. Мы даже не считаем, что мы ходим на работу. Несмотря на общие стандарты в обучении, Теймурас использует и свои методы. К каждому спортсмену важен индивидуальный подход, уверен тренер. Как надо правильно тренировать, как рассказывать, как объяснять, когда поругать, когда похвалить. Это все. Мы же тесно очень общаемся. Мы не то, что в зале пришли, отработали и все, и больше спортсменов как бы не знаем. Мы практически одной семьей живем, потому что тут, конечно, самое главное, что спортсмен обязательно уходил с желанием прийти обратно. И вот это самое главное. В 2020 году Теймурас Владимирович в рамках Всероссийского конкурса был назван лучшим тренером года спорта высших достижений. В новом году планов у Тимура Гургенидзе много, но главное – всегда давать своим воспитанникам правильную мотивацию и настрой на победу. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Питерские ученые разработали нейросеть, способную распознать мошеннические транзакции. Она учитывает и временные метки, и информацию об источнике переводов. Разработка автоматизирует ручную работу, которую выполняют сотрудники банка. Организациям не придется тратить бюджет на закупку средств информационной безопасности, а самое важное – на компенсацию ущерба от мошенников. О других новостях мира расскажем в нашей следующей рубрике. Ученые из Сан-Диего признали клубнику полезной для работы мозга пожилых людей. Она улучшает когнитивные способности и снижает давление. В исследовании участвовали 35 человек в возрасте от 66 до 78 лет. Чикагские специалисты предложили использовать клубнику в качестве профилактики и лечения нейродегеративных заболеваний, таких как Альцгеймер. Ученые Университета Вирджинии нашли новую причину ускоренного старения. Клетки с возрастом теряют способность усваивать кальций. Его нехватка приводит к хроническому воспалению в организме. Ученые предположили, что если увеличить потребление кальция, это поможет предотвратить воспаление и его последствия. Такое открытие можно будет применить и к другим типам иммунных клеток, что поможет сократить последствия старения. Обнаружена способность металлов к самовосстановлению. Специалисты Техасского университета хотели оценить, как распространяются трещины, образованные в результате износа платины. Они растягивали кусок материала, через 40 минут концы трещин срастались. Чтобы подтвердить это, авторы создали компьютерную модель с характеристиками металла. Она подтвердила возможность сращивания. В дальнейшем такой механизм может лечь в основу самовосстанавливающихся мостов, самолетов, двигателей, а также сократить их износ. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет пасмурная погода и дождь. Температура воздуха днем 20-22 градуса тепла, ночью 18-20. Ветер восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Геомагнитное поле неустойчивое. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцами происшествия и у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Ну а мы увидимся в следующих передачах про утро. До свидания. Желаем вам прекрасного дня и прекрасного рабочего настроения. До свидания.